Мать Мать в это, можно сказать так, что это пелев хоккей Это фантастическая преданность хоккею Его появление в нашем хоккее это явление, которое оставило глубокий след Для Саши хоккей это просто вся его жизнь Так каждое утро, 17 лет, можно сказать пол жизни Начинался день Александра Мальцева И в свой последний сезон на льду он не изменял этой привычке Хотя сборная СССР играла уже без него А начиналось вот здесь На Вятской земле Там, где веселая чепца впадает в полноводную вятку На месте затерянного среди лесов и болот села Поднялся сразу после войны Кирово-Чепецк Родной город Мальцево Распростился с ним Саша совсем еще мальчишкой Едва минуло 16 лет Впрочем, разве можно проститься со своей родиной С детства С отчим домом И как только выдавался вдруг свободный денек в его железном расписании Он всегда вырывался сюда Подышать родным ветром У Николая Михайловича, старого солдата Своими шагами отмерившего путь до Берлина И Анастасии Степановны Детей семеро Четыре дочери Три сына После войны перебивались на одну отцовскую зарплату Слесаря шестого разряда Но все встали на ноги крепко Теперь уже внуки пошли Все одинаково любимы Одинаково дорогие родительскому сердцу У всех Мальцевых добрая слава в городе Но всемирно знаменит один Александр Мальцев Я начал лично заниматься хоккеем Где-то в пяти-шести лет Начал вставать на коньки У нас был хороший двор Мы сами заливали Сами чистили На дворе расчистит После объявления лопату возьмет Расчистит И давай воду носить бетоном Обольет это лестнице Я говорю Сашка, ты ведь опять все лестнице залил Да, мам, да я все сделаю Вот, застынет у него Уйдет кататься Это он уже в первом классе был Мы гоняли эту шайбу Примерно до десяти До полодиннадцати Сделаешь уроки и обратно туда Мы против были Я всегда была против Мы ведь не видали это хоккея Че приехали из сердца местности Даже куньков не представляли Но Я всегда была против Сашка это прекратит и все А нет, я буду кататься и все Я хочу, мама, чтобы как Рагулин да Фирсов Как Рагулин и Фирсов Хотел играть Саша в детстве А теперь Все мальчишки в городе Мечтают Как Мальцев О знаменитом мастере хоккея Кажется, знают все его поклонники Но вот о том, как Мальцев стал Мальцевым Могут рассказать, пожалуй, только товарищи школьных лет Например, Александр Валикжанин Мороз сорок на улице Люди Вернее, как сказать, люди В школу не ходим Запретили школьные занятия Холодно Звонит Покатаемся Покатаемся Приходим на коробку Одеваемся к коньке Спортивный костюм, перчатки, клюшки Один на один играем в зону Холод Уши, как пластилин Друг другу Шапочками растираем С снегом Шайба, иногда попадешь в штангу Она на две-три части раскалывается Он никуда у нас Ни во что не вовлекался Ни на какие-то танцы не бывал Ни разу никуда не бывал Ни во дворец Некуда Только лишь стадион ему был мир Только мир был стадион ему Вот так Маленький каток Как магнит Притягивал к себе Сашу Это было настоящее увлечение Страсть Только ЧП могло задержать Сашу дома Если договорились о тренировке Как-то я тоже вот звоню ему Говорю, Саш Катаемся Он говорит, не могу Я говорю, что такое Почему не могу Да, как ты понимаешь Говорит, вот мать заболела Нужно подъезд убирать А мама У него Убирала подъезды И вот он Мы же были маленькими И он вот Мама Заболела Нужно убирать А подъезд Это ж Там же нужно скаблить Нужно мыть Нужно Всегда помывал Не был он в лодове Не был У меня ни один парень В лодове не был А не знаю Мы так их приучили К труду К труду приучали Папка и так говорит Парни Любите труд Труд человека не портит Не было в городе Мальчишки талантливее В хоккее Чем Саша Мальцев Говорят Не было и более Трудолюбивого игрока Он был предан Хоккею порой До смешного Вот какой случай Вспомнил товарищ По городской команде Александр Кулябин Ну был у нас в Москве Эпизод В Пермы Мы Сашу взяли В Москву На сборы в Сокольники Тренировались мы С трех С четырех часов Ночи То есть загружена Седа была в Москве Очень большая И нам вот это давали Ночное время Выходили Одевали То есть вставали Одевались Полусонные А Саша умудрялся Всегда на 30 минут Выскочить раньше В формочке Мы И спрашиваем Саша В то время еще Шурик его звали Шурик Как же так Быстро очень Одевайся И выходишь на лед А я С вечера Перед сном Одеваясь В форме Ложусь Спать Закрываясь А вот Когда только Подъем Я сразу же Встаю И выскакую Первая встреча С Мальцевым Удивила Даже заслуженного Тренера СССР Николая Семеновича Эпштейна Возглавлявшего Тогда Воскресенский Химик И что мне Бросили с года Парнишка Такой Деревенский Здесь у него Даже не рюкзак А мешочек Вещевой Такой Скромный Тьмовой Вот Пожалуй Больше всего Запомнилось Первое впечатление Ну а потом На поле Это уже Я вам говорил О том Что это Это Шаляпин Конечно У этого Шаляпина Голос только еще Прорезывался Но опытный Тренерский глаз Уже заметил В нем Настоящего артиста И поэтому Взяли паренька На игры в Швецию Редко бывает Вы представьте Чтобы сейчас Для того чтобы Войти в состав Это опять надо Несколько Сезон бывает Два А это моментально Были Ну там мы Выиграли Кубок звезд Швеции Его сразу признали Попутно Обыграли сборной Швеции Когда у них Играли Штольц и Берн 7-2 И Мальцев Уже там Заблистал у нас Это было Начало Спортивной карьеры После Швеции Саша вернулся В свою команду В Кирово-Чепецк На турнире Ворске Его приметил Виктор Васильевич Тихонов Тогда Второй тренер Московского Динамо Я с его тренером Встретился И попросил Чтобы он привел Сашу Мальцева Вот мы вечером Сели Начали разговаривать Я Ему задал Прямо такой вопрос Вот здесь говорят Что ты Хорошо играешь Но Ты не произвел На меня впечатление Он так расстроился Говорит Виктор Васильевич А вы никуда Не уезжаете? Я говорю Да нет А вы будете Нашим На финальном матче Конечно Обязательно Будем Ну пожалуйста Приходите Ну то что он На следующий В следующий вечер Показал Это было Потрясающе То есть он по-моему Забил Пять голов Наверное Из своей передачи Они выиграли Как раз Этот финальный матч Вышли В первую группу Кинорепортеры Тоже стали следить За восходящей звездой Это кадры той поры Когда Александр Мальцев Уже играл в Динамо И когда я этого Молодого Щелплинкова Мальчишку привел Ну значит Такое было Ребята стоят Ну вот Виктор Васильевич Опять какого-то молодого Я говорю Посмотрите Сейчас этот молодой Он вам покажет На что он способен И вот Это бывает Очень редко Когда в одной тренировке Он так сыграл Что Что сразу С этой тренировки Авторитет у него был Я вот вспоминаю Первую тренировку Когда он Мальчишкой Пришел Вот К нам Вы знаете Он так играл Что из нас Из зрелых Уже мастеров Вот своей игрой Он начал делать Откровенно говоря Дураков Нас это В общем-то Разозлило Мы стали играть Против него Жестко Грубо Стали убить Но когда мы Посмотрели Что этот мальчишка В общем продолжал играть То мы поняли Что к нам в команду Пришел Большой мастер Рассказывает Владимир Юрзинов Чтобы понять Почему Мальцев Такой талант Надо было видеть Как он тренируется Как он относится Вообще к хоккею Для него это святое дело Вот клюшка у него Всегда это идеально Значит все шнурки Знаете Ну Выстераны Выглажены То есть Это говорит В общем О его Фантастической любви к хоккею Вот это Мальцев Хоккеист Мальцев талант Я его видел Во всех Ситуациях Во всех самых сложных Мы в тренировках Мы играли очень часто Он центральный нападающий Я был центральный нападающий Но я вам скажу Он был непредсказуем Ни для кого Ни для кого Ни для защитника Ни для нас Ни для кого Хорошо 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 После первых же матчей Мальцев стал кумиром трибун Одно появление его на льду Обещало зрителям удовольствие Все ждали Острой игры В хоккей пришел Сильный боец Но у этого грозного форварда Оказалось нежное сердце Такое неожиданное открытие Сделала балерина Сусанна Бутейко Я только закончила училище И с московским музик-холлом Приехала в Одессу на гастроли А у Саши был отпуск И он его чудненько там проводил Познакомились мы Ну Как-то я не знаю Какое впечатление я на него произвела Но он на меня произвел Отвратительное впечатление Я когда узнала Что вот этот Мальцев Я говорю Да вы что Не может быть Настройки закончились И мы улетали в Москву И в самолете Совершенно случайно Когда я обернулась Я увидела Что он сидит у меня за спиной Сначала Саша лишь скромно стоял За кулисами театра Где выступала Сусанна Однако характер у Мальцева Оказался и тут настойчивый Как в спорте Мы встретились буквально раза два-три И он улетел в Канаду И после этого начались звонки Из разных городов С разных континентов В любое время дня и ночи В те дни Мальцев играл Особенно вдохновенно Зрители и не догадывались о причине Как раз накануне свадьбы Ему предстояло сыграть матч с противником У которого невозможно было выиграть Но и проиграть Саше было тогда никак нельзя Самый памятный матч Все-таки у меня был с командой ЦСКА В кануть нашей свадьбы Я не хотела идти на игру Хотя в общем-то я ходила почти на каждый матч Во всяком случае до свадьбы Но он меня попросил И я поехала, ну как всегда отдельно Потому что у них не принято, чтобы женщины Ехали на игру с командой Знаете, как женщина на корабле То же самое Вот Он мне сказал, правда, перед тем, как мы расстались Я хочу тебе сделать подарок Я, конечно, была очень заинтригована В этой команде играли все звезды И самое главное играл Мой свидетель Валерий Харламов Я ему пожелала, ну, конечно, выиграть И, конечно, забить побольше шайб Что он, впрочем, и сделал Чтобы у него было хорошее настроение И свадебный наш день Ничем не омрачался Матч был очень сложный Жестокий Мы сыграли 7-7 Но я здесь сделал все, что мог Потому что в этой игре я забил 4 гола И мог решить эту судьбу матча на последней секунде Когда попал в штангу Мальцев пошел в сборную Союза Словно играл в ней с рождения Он стал многократным чемпионом Европы Мира Чемпионом Олимпиад В сборной он забросил больше всех шайб 208 Провел больше всех матчей 313 Но даже у самых знаменитых людей Жизнь идет своим чередом Как говорят, счастливые часов не наблюдают Незаметно вырос уже сын Сашка Саша Мальцев II А жизнь Мальцева-старшего Была все эти годы стремительной И напряженной Потому что его жизнь Это хоккей Это игра А игра в его доме означает Постоянные проводы Ожидания Расставания И встречи Казалось Так будет бесконечно Всегда И вдруг Последний сезон Все это время Куда бы ни забрасывала Спортивная судьба Мальцева Сразу же звонок в Москву Да Алло Привет У нас все хорошо Да Съездила Ну ты знаешь Вроде лучше немножко Ну обещали вы Опустить Как твоя рука-то А завтра ты что играть собираешься Сидеть будешь? Переживать? Хорошо Мы часто аплодируем большим спортсменам за то Что они приносят в наш дом радость И совсем не задумываемся над тем Как сложна их жизнь Как много времени и сил Отнимают эти постоянные разъезды Как мало остается на свой дом Семью У хоккеистов Каждая игра Это сражение Не зря же и зовут Людовыми бойцами Хорошо сражаться Тому Кому родные стены помогают Сколько стоят яблоки в первом месте? Так в первом А не в двух первых Ну думай же головой Ну наконец-то Ой Пол жизни за такой задачей Будем в 20 Ну это что такое? В 20 и голову Ну и все А ведь у жены между прочим И театр по-прежнему Институт Балетмистерское отделение И Сашка Который уже в третьем классе Да Все эти блестящие В последние годы хоккеиста Мальцева У Мальцева человека Мучительно не хватало времени И на свой дом И на родительский Приходилось вечно жертвовать Ради славы? Нет К славе Мальцев всегда Относился спокойно Никогда В прошлом веке Человечество Выдумало хоккей Шайду В нынешнем Позаботилось О возможности Передавать Замечательную игру По телевидению Это особенно ценят В семье Мальцевых Вот я это уж как посмотрю Попереживаю У меня уже давление Уж приезжают Уколы дают Они сразу говорят Это ты уж Все Опять смотрела Телевизор Ну Хоть как бы тебя ни было Всегда смотрю А папка не может Смотреть Он не может Мы его уже в эту комнату Отправляем Давай иди Не можешь ли Не выдаржай твои нервы Иди пока там Сиди А я уж всегда смотрю Наверное Не так уж просто Быть и сыном Прославленного хоккеиста Правда у Сашки Есть и прямой выигрыш Вполне можно прослыть Неплохим филателистам Собирая только марки Привезенные отцом Со всего света Десять лет Я все время жду Из разных городов Из разных стран С другого континента Здорового Больного Веселого Выигравшего Радостного Или наоборот Огорченного Проигрышем И конечно В такие моменты Как-то стараешься Хотя бы Мысленно быть рядом Как-то думаешь Что может быть Передастся это ощущение И поддержит И подбодрит его И поможет ему Может быть В самую трудную Сложную минуту Сколько шайб забил Мальцев в те или иные ворота Знают все спортивные Журналисты и болельщики А вот сколько ударов Принял он на себя Об этом помнит Пожалуй Только Сусанна Была Травма Перелом руки Рука в гипсе Была 4 месяца Три раза Саша ездил без меня В Центральный институт Травматологии И четвертый раз Он Сказал Знаешь что Поедем со мной На счастье Мы поехали Я ждала На улице На лавочке И страшно волновалась Потому что его не было Очень долго Час прошел Полтора Два Я понимала Что потому как он Выйдет Так и будет дальше Но я наконец дождалась Потому как он Не просто вышел А вылетел Из этой двери Я поняла Что все будет в порядке И он будет играть Выходишь из больницы Приходишь в родной дом Почувствуешь Теплоту И после этого Все-таки Вот такая жажда Выйти на поле Потренироваться Поиграть Игра Это большой праздник Так же как выходит Большой актер На большую сцену Так же для меня Потому что приходят Болельщики Смотреть на нас Описать игру Мальцева Невозможно Ее надо Видеть Сказал как-то Корифей нашего хоккея Всеволод Бобров Смотреть на нас Высший класс Мальцева В том Что на площадке Он моментально Теряется из виду Не только для зрителей Но и для соперников А потом Возникает откуда-то И забивает гол Тонко подметил Анатолий Фирсов У Саши Мальцева Пожалуй Было Все сразу То есть Очень Очень большая скорость Индивидуально Очень сильный В обводке Силен В завершающем Морске Бесподобен В настроенной Игру Здесь он мог Я даже не знаю С кем его сравнить Потому что Мало таких игроков Которые Могут сразу От начала До конца Играть С полной отдачей Несмотря на то Что будет счет Там 10-0 11-0 Не важно Каждую шайбу Которую он забивает Он отдается В этой шайбе Целиком Мальцев играл со Старшиновым Фирсовым Харламовым Якушевым И многими другими Партнерами И со всеми Как истый Гроссмейстер игры Быстро находил Общий язык А судьба к нему Была не совсем Благосклонна В смысле Вот его Партнеров Так он И Не нашел Вернее Для него Не нашли Такого звена Которая отвечала Его Огромному таланту Свои последние Выступления На льду Александр Мальцев Провел так же ярко Так же страстно Как и в те уже Далекие дни Когда мы увидели его Впервые В большом хоккее Увидели И полюбили Это все естественно Потому что Это Жизнь Только как же будет Теперь хоккей Без Мальцева А Мальцев Без хоккея Я не ухожу Из хоккея Я остаюсь Без хоккей Но в качестве Тренера Без хоккея Оторган Продолжение следует...